Магнитогорск! Ребята, наконец-то мы прибыли в стальное сердце России! Преодолели 1780 километров от Москвы! Потратили на это 2 дня и 5400 рублей! Город Магнитогорск, Борис Ручьёва Показываю варианты Поехали! Маршрут построен Один день, 1716 километров Поехали! Всем привет! На 1 мая мы не пошли на демонстрацию, а поехали в город Магнитогорск Челябинская область на Урал Чем примечательен для вас этот город? Тем, что мы там родились, выросли И там были наши молодые веселые годы А старые веселые годы здесь, да, уже? В дороге! Увидите всё! На улице пасмурно Плюс 7 градусов И вот такое небушко мы оставляем здесь, в Москве Папа заезжает на заправку в Ираке И заправка наша первая Называется трасса Бензин стоит 44,19 Вот он Пожалуйста 44,19 92 бензин Я как повторялка Я папина повторялка Заправляемся Не успели отъехать от дома И уже начались плюшечки вкусные Лиза с Вадимом готовили Какие же они вкусные вообще! А нам ехать около двух дней Будем обязательно останавливаться на ночевку 1700 километров это не шутка Но я думаю все будет хорошо, преодолеем Едем потихонечку Выехали и сразу попали в пробку Поэтому едем не спеша. Заправили полный бак на 2144 рубля. Считайте сами, сколько в нас вошло. Вышли мы на простор. Наконец-то мы выехали из Москвы. За час 20 мы проехали 81 километр. Мы едем по Горьковскому шоссе. И направление у нас на Нижний Новгород. От Москвы проехали всего лишь 180, даже 179 километров. Едем 3,5 часа. Авария за аварией, авария за аварией. Все куда-то ломанулись. У всех какое-то сумасшествие. 1 мая. Ну, давайте будем как-то поаккуратнее, поспокойнее. Хорошо, что мы попозже будем. Вот мы едем спокойно и никуда не торопимся. И вы не торопитесь. Вот проезжаем интересную заправку, на которой меняются ценники. Туда-сюда, туда-сюда. На какой попадешь, неизвестно. Сейчас будет меняться ценник. Вот поменялся ценник. Итак, каждые 5-10 секунд. 47, 50, 43, 50. Сити. 49. Каждую минуту меняется ценник. За какую цену заправишься, неизвестно. Едем дальше. А проехали мы всего лишь 190 километров за 4,5 часа. Возле Владимира мы застряли в пробку. Короче говоря, пробки выехали из Москвы. Мы все пытаемся проехать Владимир, а дороги вокруг Владимира в таком печальном состоянии. Сейчас вам покажу. Справа вырубки, слева лес, а дороги вот такие вот, подразбитые все. И слева, и справа. Яма на яме. Ой-ой-ой. Это хорошо, что мы медленно едем. Мы можем тихонечко их объезжать. А на скорости-то их пролетать как-то не очень. Может быть, лучше было бы на скорости пролетать. Но пока мы их объезжаем, лавируем. Вот еще ямы. И вот так вот мы со скоростью 10 километров в час. Вот еще ямище пошли на ямище. Ямище на ямище, ямище погоняет. Да. Дороги возле Владимира не очень. Ну какие, ну какие разбитые. Ну и у нас тоже хорошие. Ну какая. Вот где дороги-то оказывается закончились. Там-то были дороги, а здесь нету дорог. Совсем дорог нету. Это папа все говорил, там во Владимире нету. Вы тут что посмотрите, под Нижний Новгород поехали. Тут не разгонишься. Тут-то, тут-то. Ну не знаю, вон на тех машинах разгоняются, еще и обгоняют. Это ты вот на своей черненькой жемчужине едешь медленно, спокойно. Никого не обгоняешь. Мы так будем ехать целую неделю туда, неделю обратно. А деревня называлась? Чамерева. 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 Чамеришься. Чамеришься. Выехали. Выехали, едем дальше. А вон мои путешественники. Пока я в пробке толкаюсь, они решили обогнать пробку, позаниматься спортом. Эх, я бы сейчас присоединился. Спортсмены. Папа все говорил, дороги, дороги во Владимире. Вы посмотрите, здесь какие дороги. Мы отъехали всего 300 километров от Москвы. Вот такая дорога. Даже камеру не могу держать. Проехали мы 525 километров. За какой-то промежуток времени дорога просто ужасная. И что самое интересное, вот я смотрю, едем. Все навигаторщики спереди и сзади. Все едут с московскими номерами. И вот куда навигатор ведет, мы как стадо туда и едем. Дурят нас, как хотят, так и могут. Или как не могут, дурят. Дороги просто ужасные. Вот куда нас привез навигатор, непонятно. Слободское. Ездите по картам, не ездите по навигаторам. Это просто трэш какой-то. А можно спросить, почему ты не поехал по нормальной дороге? Ты же знаешь дорогу. А я вот дурак оказался. Развели тебя? Да, развели меня как компот. Но обратно мы в этой дороге точно не поедем. То есть навигатор захватывает народ и разгружает дороги таким образом. Да, и вот стадо поехало. Одно стадо сюда отправил, второе стадо отправил туда. Как ему хочется, так и чудит. А мы как бараны, куда нас направляют, туда и едем. Так вот я тебе хочу, включая свой интеллект, на дорогу знаешь, зачем мы и поехали в очередь. Зато мы, правда, выехали к красивой церкви. Завтра Пасха. Очень красивая церковь. С наступающим вас праздником Пасхи. Или уже с наступившим. Красота. А вот попали на какой-то интересный подъем, где все фуры стоят в рядок и почему-то не могут ехать. Интересно. Смотри, все стоят. Все стоят, никто не едет. Интересно. А она показывала желтая, а мы-то нормально едем. Видишь, да, мы-то пугали. Ребята, не верьте навигатору. Не верьте. Верьте своей интуиции. Сколько их здесь я не пойму. Они подняться не могут, что ли, в гору или что? Не знаю, но или там весы стоят, либо что. Но их тут сотни прям. Нет, все. Видимо, в гору они так поднимаются медленно. Или в гору заехать не могут. Остановились мы на ночь переночевать в гостинице. Гостиница, по-моему, Шик называется. И здесь вот такой вот номер. Солнце сегодня с утра. В спальной кровати. Все обшито деревом. Телевизор. Кому надо, но мы не смотрим. Две кроватки. Здесь есть все самое необходимое. Можно принять душ, туалет. Зеркало. И все это всего лишь за 1200 рублей. Ну, а мы поехали дальше. Шикарный комплекс, автозапчасти, столовая. Вкусная, отличная. Здесь отель и охраняемая парковка. Мы заплатили 1200 за двухспальный номер. Поели на 500 рублей. Завтрак у нас даже меньше. Набрали с собой термос, кипятка. И поехали счастливой дальше. Очень радушные люди и очень здорово. Вообще супер. Вот это что значит. Добродушная Чувашия. Привет, папе Потапу. Передашь? Вот и начался у нас второй день нашего путешествия. В первый день мы проехали 650 километров. Нам еще осталось где-то 1050. В первый день мы три часа потратили на пробки. Пробки были в Москву. Выезд из Москвы в Подмосковье. И, соответственно, Владимирская область. Город Владимир. Когда проезжали, все было перекрыто. Все закрыто. Все что-то копают. Добывают, что-то ищут. И солнце светит. Чувашия все-таки встречает людей с солнышком. Ну что, ребята, сегодня едем навстречу солнцу и дому. Завещать родителей. Доброе утро, красавица. Вы чай пьете? Позавтракали? Вкусно? Что вы кушали в столовой сегодня? Клинчики. Вкусно? Сливочные. С запахом настоящие. С душой чувашской сделанные. А я полстакана сметаны. Полстакана сметаны. Наелся. Довольный, папа. Да. Съел папа сметаны и доволен. Ребята, ну а я, конечно, не могу нарадоваться вот этому чистому небу и ясному солнцу. Это такой кайф. Выехать из Москвы. Проехали мы, как папа сказал, 650 километров и увидеть вот такое чистое небо. Ради этого стоит жить. Здесь очень красиво и чисто по обочине. О, название. Юнгапоси. Юнгапоси. А папа с Катей изучают чувашский язык, чтобы приехать к папе Потапу и расховаривать. Да, мы проезжали Юнгапоси. Да. Очень везде чистенько. Ухоженные все остановочки. В общем, я хочу сказать, что здесь живут очень воспитанные культурные люди. А мы едем дальше, смотрим, где еще живут культурные люди у нас в России. Шупашкар. Вот он как называется. Шупашкар, а не чубаксары. Ура! Мы знаем чубаксарский язык. Чубаксар. Чубашский. Остановились отдохнуть у Разметьева. Папа отжимается. Катя бегает. Отлично. Супер. У Разметьева мы сделали зарядку. Класс. Цивильные остановки с туалетами. Слав, возьми камеру с тобой. Заброшу? Да, пойдемте. Покажу, какой туалет. Пересекаем Волгу. Широкая-широкая, большая, сильная река. Проехали практически тысячи километров. Развлекаемся как можем. Катя у нас, он играет в спанчбоба, наверное, или в кого-то там, я не знаю. Кто ты, Катя? Королеву. А, она в королеву? Это корона? Да. Вот. Мама там в инстаграме. Дорога пустая. Никого нету. Нет. Проехали Казань. Ни спереди, ни сзади. Вот можно в зеркало посмотреть, никого нету. Проезжаем реку Каму. Подъезжаем к городу Набережные Челны. Третья заправка на Татнефти. Да не здесь же заправляют, а туда надо идти. Панкейки, которые испекла Лиза. Не может он жить без лизиных панкейков. Хочет поесть домашних яиц и панкейков. И тащит. Вот он, добытчик воды принес. А Катюша кушает свой любимый гамбургер. Здесь нету сыра. Но тоже вкусная говяжья котлетка. Взяли мы чаечек. А ты со своими пожитками. Вода еще с нашего родника. Вот. И, в общем, мы тут... Я буду есть... Сейчас, даже не помню, как называется. Вот этот вот чисто курник без куриц. Курник без куриц. А вот это какое-то там интересное название с говяжьим. Короче говоря, беляш с говядиной. Перемяч. Перемяч жареный. У меня перемяч жареный. Приятного аппетита всем. А еще вот поделочка. Самое лучшее применение кружкам, у которых свинец. Ну что, я арахисовую пасту принесу. Представляете? Сейчас вот есть панкейки. Я езжу арахисовую пасту. Покушали, перекусили. На Татнефти нам все очень понравилось. Потому что очень нереально вкусно. И поехали дальше. Проезжаем город Уфа. Идем на Авдон. Нам еще осталось километров 350. Время полседьмого вечера. Уже по местному. Уже не по Москве. И уже пошли горки. Подбираемся к Уральским горам. Привет. Готова к встрече с бабушкой? Ой, чем ты там занимаешься? Рисую, а то слишком старик. А, то есть вот так вот ты развлекаешься, да? Я думаю, что там затихло? А она, оказывается, делает джинс-арт у нее происходит. А то слишком какие-то они скучные. Она решила скучные джинсы украсить рисунками. Тоже сделала. Папа добрый. Папа добрый разрешает. А мы едем. Скоро начнутся самые веселые горки. Ура! Перевалы. На заднем плане Уфа. А здесь на переднем плане брошенные дома. Причем самое интересное, что вот эти практически построены, а те начатые строятся. Вообще брошенное строительство. Вообще капец. А что самое интересное? Подъезжая к Уфе и отъехав от Казани, было очень много заброшенных заправок. Очень много заброшенных гостиниц, магазинчиков. Очень много всего заброшенного. И как-то так все. Прямо побросали и уехали. Здесь уже в Башкирии вот такие вот скорые помощи, переделанные из УАЗиков. Повышенные проходимости, чтобы приехать в сельские удаленные районы. Местность, скорая помощь, переделанные из УАЗика. От Уфы мы проехали около 90 километров. Нам до Белорецка осталось 130. И начинаются горы. И здесь уже в горах не будет ни связи, ни интернета. Только горы и вы. Вопрос. Остановка есть, а туалетов нет? Без комментариев, но все равно природа очень красивая. Можно и на природе. То есть здесь можно на природе, а везде нельзя? Поехали вниз. Очень хорошо тренироваться здесь. На горах еще немножко снега. А мы сейчас идем на спуск. И приближаемся к знаменитому на всю Россию тещиному языку. Вверх и вниз перепады. Приличные уши закладывает. А наверху вон там снег еще лежит. А вот знаменитый тещин язык. Вот даже по карте его можно посмотреть. Вот так он выглядит на карте. И сейчас мы его увидим вживую. И вот он, знаменитый тещин язык. Так названный в простонародье. Очень аккуратно его надо проезжать. И очень опасное место. Особенно зимой. Здесь стоит солнечная батарея. И пошел подъем. И пошел подъем вверх. Крутой. Наверное градусов 9. Может быть и 10 даже. Да. Впечатляет. Впечатляет. Стоим мы на светофоре. На реке Большой Энзер. И здесь всегда много туристов, которые приезжают сплавляться. Вы сейчас это увидите. В общем, те вот палаточки, это те люди, которые хотят сплавляться по реке. Я тоже когда-то сплавлялся. Два раза. 300 лет тому назад. Но впечатления незабываемые. Такие незабываемые, что даже не повторил. А сплав может у вас начаться в поселке Усмангали. Башкирия очень красивая республика. Кто здесь не был, советую побывать. Леса почти как тайга. И горы большие, хорошие. А это Энзер. Поселок Энзер. Знаменитый поселок Энзер. Вот он какой большой. Пока, Энзер. Пока. А с той стороны гор, совсем климат другой. Если здесь так прохладно. Но с той стороны может быть жарко, сухо и тепло. Проверяем. Ну вот, наконец-то мы и прибыли в доблестный город Магнитогорск. Последние метры преодолеваем. И сейчас будем выгружаться. Время 10 минут 12 ночи по местному. Уже по уральскому времени, не по московскому. И проехали мы 1700, почти 1800 километров. В последующих видео смотрите, какая красивая магнитка. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok